Приветствую всех на канале Gorillaz Channel. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с новинкой нашего магазина, а заодно и новым брендом, который в нем появился. Итак, встречайте компания Hatch. Компания Hatch была основана в 1967 году и сегодня является одним из лидеров рынка по производству тактического снаряжения. В первую очередь, безусловно, это перчатки и наколенники. Компания активно работает и активно конкурирует с еще одной американской компанией, которая называется Damascus. Этот бренд у нас появился в магазине чуть раньше и я уже сделал несколько обзоров по ее продукции. Компании схожи во многом. Начиная от лекал и линейки продуктов, они очень сильно перекликаются и заканчивая страной изготовления. Обе компании, несмотря на то, что являются американские, делают свои перчатки в Пакистане, что на самом деле достаточно странно, потому что сегодня, по-моему, все уже делается в Китае. Но, так или иначе, обе компании делаются в Пакистане и до недавнего времени Hatch имела даже схожую упаковку, то есть такой пакетик с двумя заклепками из мягкого прозрачного полиэтилена твердого. Однако, не так давно компания Hatch стала подразделением корпорации или компании Safari Land и вместе с тем поменяли упаковку. Теперь у них вот такая вот упаковочка из твердого картона, которую можно повесить на вешалку. В принципе, ничего плохого сказать не могу. Мне она даже больше нравится, чем пластиковые пакетики от Damascus. Что ж, давайте, наверное, перейдем к описанию или рассказу о самом продукте. У нас сегодня в обзоре перчаточки, которые называются Resistor или у них еще имеют вот такое вот цифровое буквенное обозначение RFK300. Перчатки во многом похожи, как я уже упомянул, это еще один факт, который говорит о схожести продуктов Hatch и Damascus. Перчатки очень похожи на модель перчаток от Damascus, который называется D20P Dino Thin. Я делал обзор по ним не так давно. Это все те же короткие кожаные перчатки с очень короткой манжетой, предназначенные в первую очередь, естественно, для людей, которые несут службу в правоохранительных органах. И отличаются они тем от перчаток Damascus Dino Thin, тем, что имеют вот такую вот кевларовую подкладку. Огромный плюс этих перчаток, то что они, в принципе, не выделяются ничем от обычных городских кожаных перчаток, предназначенных для ежедневного ношения. И, наверное, повторюсь, это будет еще одним плюсом для тех, кто на службе. То есть, ничем не выделяясь от обычных людей, вы будете иметь в своем гардеробе вещь, которая будет гораздо более крепче, чем обычная. Итак, перчаточки у нас сделаны из козьей кожи. Козья кожа обладает достаточно повышенным запасом прочности и особенно настойка к истиранию, между тем, сохраняя достаточно мягкую фактуру, мягкую приятную на ощупь фактуру. Как я уже упомянул, подкладка у нас это 100% аромидные нити, так еще называют кевлар. Кевлар, в принципе, неплохой материал, который способен выдерживать секущие ножевые удары. Повторюсь, секущие, не колющие, поскольку колющие удары кевлара не выдерживают. Опять-таки, надо понимать, что ничего сказочного и сверхъестественного нет. Это не бронежилет и кевлар в качестве вот такой вот тонкой подкладки, он, безусловно, может выдерживать секущие удары, которые проходят по касательной. Естественно, что если это будет сильный удар, у вас будет все равно рассечение, рассечение кожи, рассечение кожи перчатки в первую очередь, потом кевларовой подкладки и потом уже вашей кожи. Но, так или иначе, какую-то защиту они представляют и, в принципе, надо сказать, что весьма неплохую, тем более, что кевлар также еще и выдерживает высокие температуры, где-то порядка 400-420 градусов по Цельсию. Я думаю, что еще один немаловажный плюс для оперативных работников, правоохранительных органов, то есть, в принципе, эти перчаточки можно использовать и, я даже думаю, что нужно использовать в повседневных целях и даже не только в холодную погоду. Перчатки у нас относятся к классу, так называемых классов дьюти или шутер, в принципе, обладают весьма неплохой чувствительностью и, в принципе, подойдут не только сотрудникам полиции и милиции, но и также стрелкам. И будут весьма неплохие даже для водителей. Давайте, наверное, немного еще о дизайне. Как я уже упомянул, манжета у нас весьма короткая на этой перчатке. Она у нас подрезинена. За счет этого перчатка удерживается на руке. Давайте я примерю. Мы видим, никаких усилительных вставок здесь нет. Обычная городская перчатка. На руке выглядит вот таким образом. Это size M. В принципе, размерность совпадает. Ничего особо выдумывать не надо. С обратной стороны у нас перчаточка вот такая. Тут лого Дамаскуса. Прошу прощения, логотип Hatch. В принципе, никаких проблем и нареканий с качеством нет. Все стежки ровные. Все качественно. Весьма неплохое изделие, которое весьма оправдывает свой ценник. Что ж, вот в коротеньком обзоре у нас были перчаточки от компании Hatch. Перчатки, которые называются Resistor или RFK 300. И повторюсь, эти перчатки предназначены, безусловно, в первую очередь для людей, которые на службе. Они ничем не отличаются от обычных городских перчаток, за исключением одной особенности. Имеют кевларовую подкладку, устойчивую к порезам. Спасибо вам за внимание. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. И будем рады видеть вас в нашем магазине Gorilla's Comivy. Спасибо. Пока.